Началось совещание с важного объявления заместителя главы города Александра Новикова. 2 августа в 16 часов в здании Центральной библиотеки города Десногорска в этом направлении состоится проектная сессия по выбору общественной территории для участия в конкурсе «Малые города» и «Исторические поселения». Конкурс проводится уже не первый год. Город Десногорск участвует второй раз в этом конкурсе. Поэтому приглашаются для участия все жители города и все заинтересованные люди. Эксплуатация инженерной инфраструктуры города работает в штатном режиме. Завершено устранение дефектов на тепловых сетях первого и третьего микрорайонов. С 1 августа будет закрыта зона городского пляжа в связи с его реконструкцией, которая пройдет в рамках проекта «Комфортная городская среда». Руководители подразделений призвали жителей города принять активное участие в собраниях для реализации этой программы в предстоящем году. Готовимся к проведению собраний на квартирных домах города Десногорска. На следующей неделе мы их уже начнем. Это будут собрания по участию различных домов в программе «Комфортная городская среда». До 1 ноября текущего года необходимо провести общее собрание, что желание изъявить, и пройти общественную комиссию, для того, чтобы мы смогли сформировать пакет документов, все это дело обсчитать и в 2020 году буду устроить как можно больше долларов. За более подробной информацией жители могут обратиться в управляющую организацию или в комитет по городскому хозяйству. В конце недели десногорцев ожидает несколько интересных мероприятий. 2 августа на баскетбольной площадке состоится баскетбольный марафон «Три на три». 4 августа в 11 днём в трассе Генина будет проходить открытый десногорский кросс-кандиджак «Березка». Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева сообщила о начале работы межведомственной комиссии. Организация проверит готовность образовательных учреждений Десногорска к новому учебному году. Кроме этого завершаются работы на игровой площадке возле городского фонтана. Представители администрации совместно с Комитетом культуры уже планируют дату торжественного открытия объекта.